Продолжение следует... 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 Итак, срок и место подведения итогов, наименование, характеристики, местонахождение. И здесь, смотрите, здесь у нас указан размер задатка. И здесь согласно лотовой документации, согласно лотовой документации, такое тоже может быть, если у нас здесь так указано. Что нам необходимо сделать? Подняться немножко вниз и перейти в документы. И вот здесь у нас есть лотовая документация, вот по-другому конкурсная еще документация. Можем зайти и ознакомиться с ней, то есть, что здесь нам предлагают сделать. Нажимаем вернуться к торгам. Здесь у нас, как вы видите, могут быть файлы с описанием. Давайте откроем какой-нибудь файл и посмотрим. Это местонахождение нашего имущества, да, то есть, экспликация от формы BTI, выписка BTI, и международная, то здесь мы можем зайти и ознакомиться с документами. Теперь нажимаем назад к торгам. Далее. Продажа обращенного в собственность имущества более 100 тысяч. Все, что у нас более 10 тысяч, должно продаваться в форме аукциона, но по факту может и быть в прямой продаже. Также заходим. Здесь у нас в 98% случаев публикуют фотографии. В данном случае не опубликовали, в 2% это мы не входим. Здесь у нас есть начальная цена имущества. Шаг аукциона и величина снижения начальной цены. Периодичное снижение начальной цены 10 дней. То есть, это значит, что по истечении 10 дней цена снизится вот на такую цену, и она будет снижаться 3 раза. По истечению 3 раз у нас имущество будет утилизировано. И здесь не ранее 10, не позднее 15 рабочих дней. Сроки заключения со дня проведения итогов аукциона. Далее мы видим размер задатка, местонахождение имущества. Если перейдем в документы, возможно, там у нас будут фото. Здесь у нас опубликовали фото имущества, которое есть. Не очень, конечно, понятно, но тем не менее. Но есть и предварительно, мы хотя бы можем ознакомиться. Здесь мы можем зайти и посмотреть, какая у нас заявка. Но в аукционе все, все верно. Здесь в аукционе. Далее нажимаем назад к торгам. Продажа имущества не более 100 тысяч. Не более 100 тысяч, по факту, это просто интерфейс. То есть, здесь то, что до 10 тысяч рублей, то посредством прямой продажи. Вот, например, винтовка спортивная 1,5 тысячи. Нажимаем изображение. Изображение у нас здесь опубликовано. Далее. Общие сведения. Переходим. И здесь величина снижения 468. Смотрите, начальная цена 1560. Величина снижения начальной цены 468 тысяч. Периодичность 10 дней. Перечень документов. Здесь лицензия. Видите, что нужна. Копия паспорта. Копия ИНН. Осмотр имущества в рабочие дни, когда договор купли-продажи у нас опубликовывается. Также можем зайти в документы и посмотреть все о документах. Возвращаемся назад к торгам. И продажа посредством публичного предложения тоже самое. Открываем. Лот. Здесь у нас вряд ли что-то опубликовано. В общие сведения переходим. И что мы здесь видим? То есть, решение о проведении. Наименование характеристики. Местонахождение. Начальная цена имущества. Минимальная цена имущества. То есть, как вы видите, она в два раза меньше. Вот начальный. Шаг понижения цены. Да, то есть, когда она снижается. И шаг аукциона. То есть, смотрите, у нас здесь получается, что шаг понижения 41 тысяча. Шаг аукциона 20 тысяч рублей. То есть, также в два раза меньше. И размер задатка. Здесь у нас, видите, прописано согласно лотовой документации. Соответственно, нам необходимо зайти и изучить нашу лотовую документацию.